МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вам поможет профессиональный медиатор, человек, который умеет решать конфликты. Сегодня в нашу программу обратились супруги Антон и Наталья. Вместе они уже 8 лет. Несмотря на то, что Наталья старше мужа на 13 лет, у нее это четвертый брак, и даже есть взрослая дочь, супруги считают, что их встреча была послана свыше. Это, наверное, поведение какое-то господнее, что в тот момент действительно у меня появился Антон, потому что я была счастлива до безумия. Но с рождением в семье двух дочек любовная эйфория, к сожалению, прошла. Может, ты нальешь детям чай-то вообще-то? Сейчас. Не, ну что значит сейчас? Они пришли. Уже пора закругляться. Сон, с ним начинай. Я вообще ничего не начинаю, ты знаешь? У него нет никакой инициативы по отношению к детям. У него одно он так. У нас телефон, ноутбук, телевизор. Вот мы в этом. Семья у нас хорошая, да, девчонки, получается? Да. Все в планшетах, в телефонах. Так же с работой у нас. Мы не поменяем работу, пока там не произойдет взрыв какой-то. Не важно, что там платят нам или не платят. Мы сидим на попе ровно. На мой взгляд, в нашей семье одна проблема только с интимной жизнью. Со всем остальным как-то я стараюсь сам справляться. Так, пожалуйста, оно не до тебя. Вот честно говоря, сидя у тебя в телефоне, на сиди. Ну потому что проще всего сесть целый день на диване. Ладно, все. Иди спать, ложись, чтобы не нервничать. Да, я очень устаю. И мне просто хочется вечером спать или просто тупо посмотреть какое-нибудь кино, и чтобы меня никто не трогал, вот когда девчонки ложатся, все, вот в тишине, все. Я прихожу с работы, как бы тоже уставший. У меня, допустим, на интимную жизнь, я бы мог где-то там соскрести остаток сил, да. И такая нездоровая обстановка в семье иногда даже подталкивает Наталью к кардинальным решениям. Бывает даже, что я ему говорю про развод. И уже в последнее время не раз говорила, я говорю, то есть, я так жить не могу. Я списываю, конечно, все это больше на ее импульсивный характер. Но я никогда не думал о разводе и никогда не собирался разводиться. Поэтому медиатор Инна Чудинова попробует разобраться в конфликте и помочь супругам сохранить семью. Антон, Наталья, проходите. С чем вы ко мне пришли? Наверное, семейный кризис, можно так назвать. Труд длится, наверное, уже в районе года где-то. Ну да. Лично с моей стороны даже бывают мысли такие, дикие для меня разводиком. И даже постель нас не объединяет. Антон, вот хочу вас послушать очень. У вас-то в голове есть этот кризис? Вы его видите? Или он вымышленный, возможно? Или придуманный? Вообще, по большому счету, я в принципе... Или ощущаемый только вашей супругой? Я так думаю, что он больше ощущаемый, моя супруга. То есть вы кризис в отношении к нему? Особо не вижу, да. У вас все хорошо? Ну, относительно. Вы думаете, что жена капризничает? Преувеличивает? Я думаю, что она очень сильно вымотана эмоционально за счет того, что она полностью погружена в детей. Итак, сейчас я хочу, чтобы вы на этих досках написали претензии к друг другу. Их может быть на самом деле не очень много, но они должны быть действительно вескими. Проходите, пожалуйста. Итак, еще раз повторяю претензии. И они должны быть обоснованные, четкие. Все? Да. Вот, привет, я так поняла. Да, перечеркнем. Совершенно нет проблем. И если Антон обвиняет супругу лишь в отсутствии полноценной сексуальной жизни, то Наталья винит мужа в том, что он безразличен к семье, зависим от гаджетов и инфантилен. Хорошо, сменим пока тему и перейдем к более приятным вещам. Ваши идеальные партнеры. Давайте начнем с вас, Антон. Опишите вашего идеального партнера. Вот у меня идеальный партнер сидит. Хорошо. Если она ваш идеальный партнер, опишите ее идеальное качество. Какая она? Красивая, очень заводная, взрывная. Ничего изменить бы вы не хотели. Интим только у нас. Ну, я поняла, к этому мы вернемся. Хорошо, Антон, я вас услышала. Мне нужно от вас, Наталья, услышать, какой ваш идеальный партнер. Ну, в первую очередь я бы хотела, конечно, видеть, чтобы я чувствовала себя не паровозом, образно говоря, да, чтобы они не за моими плечами шли, как я сказала, куда я повела, туда и пошли, а чтобы я шла за этим человеком. То есть, чтобы, да, я замужем, но чтобы я была за мужем именно. Так, хорошо. Я прошу конверты в студию. Это вам. А это вам, Наталья. Мне было сложно. На самом деле, мне было сложно для вас подобрать именно идеальных партнеров, особенно для вас, Антон, потому что ваша жена является. Но я посмотрела ваш психотип и на свой страх и риск, и профессиональным взглядом все-таки подобрала для вас идеальную женщину. Ни в чем себе не отказывайте. Только, извините, поприятного вам вечера. Последнее, что-то как-то не очень мне уже нравится. В конвертах супруги получили информацию о месте и времени встречи со своими новыми идеальными партнерами, куда они незамедлительно отправились. Привет. Присаживайся. Меня Антон зовут. Меня Настелла. Какое имя интересное. Приятно. Да, очень приятно. Настелла, 26 лет, по образованию пиарщица, но работает риэлтором. Личность творческая и активная. Пишет стихи, любит посещать концерты и просто обожает детей. Так прикольно. Это вообще мое любимое место. Мой любимый бар. Честно говоря, я вообще просто не любитель таких мест. Тогда, может быть, перейдем в место, где потешит. Ну, давай тогда на второй этаж, наверное, переместимся. Хорошо. Тем не менее, девушка явно оправдала ожидания Антона. Настелла мне понравилась тем, что она жизнерадостная такая, веселая. Реально заводная девчонка. У меня на самом деле проблема большая. Какая? Ну вот, видишь? Застегнуть надо? Да. Поможешь? Помогу. Я, наверное, отсюда зайду. Отсюда? Да. Тут она не хочет у тебя застегиваться. Не хочет, да? Видимо, ей и так нравится. Ну ладно. Надеюсь, никто не увидит. Я думаю, да. Может, выпьем что-нибудь? Давай. Антон показался мне очень добрым парнем. Симпатичный даже. И даже для меня комплимент в том, что Антон с радостью рассказал мне о своих проблемах, о своей семье. Женат с детьми, да. Двое детей у меня, две дочки. А что же тебя привело сюда? Честно говоря, жена. Ты же понимаешь, это шоу связано с какими-то проблемами. Хотят помочь. А какая у тебя проблема? У меня проблема интимного характера, можно сказать так. Да, у нас с рождением детей и как бы, да, с их взрослением начались проблемы в темной сфере, в семье. Честно говоря, я сам немного в шоке, что мы нашли общий язык, потому что я более такой всегда скованный в общении с девушками. Ну, что-то у нас есть даже общее, наверное. Ты такой вот, немножко похож на меня, то есть преданный. За истинную дружбу, за истинную любовь, за семью. Да, да, да. Ты вообще семья на первом месте. Ну, правильно. Дети, семья. У меня папа такой же. То есть для меня все мужчины, которые напоминают моего папу, это колёвые мужчины. Это хорошо. Да. Вот, а ты похожа на мою супругу. Да. Вот, видишь как. В сравнении с женой бросается в глаза, и, наверное, потому что она более весёлая. Видимо, менее уставшая пока ещё девушка, да, у которой нет детей, поэтому как бы у неё есть время на то, чтобы тусить, на то, чтобы веселиться, да, двигаться. А в это время супруга Антона Наталья также прибыла на встречу со своим новым идеальным партнёром. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей. Наталья. Созьмитесь. Андрей, 41 год. Индивидуальный предприниматель, работающий в сфере строительства. Сторонник здорового образа жизни, романтик, но требователен к себе и к остальным. Я рад знакомству. Очаровательная девушка. Очень красивые глаза. Нет, на самом деле. Ну, это знакомство. Да, конечно, мне тоже очень приятно. Андрей мне сделал пару комплиментов, что, конечно, как бы воодушевило меня как женщину, потому что я от своего мужа, к сожалению, слышу. Это редко. Я знаю, что участвуете в этом проекте. В чём у вас ситуация семейная? Ну, как бы мы перестали быть интересными. Может быть, друг другу у нас разница в возрасте. В принципе, не маленькая. Ну, хотя по нашему, наверное, сегодняшний уровень. А он старше? Нет, он младше. Да, моложе, на 13 лет. Не отдаёт отчёт в себе, я даже не знаю, в том, что всё-таки он добытчик в семье, он ответственный за нас, да? Ну, это априори так должно быть в отношениях. Мужчина должен быть ведущим. Да, женщина ведома. А женщина ведь замужем, она должна быть замужем. Мне понравилась его вот эта мужская позиция, конечно, именно настоящего мужчины, который сейчас, ну, не то что редкость, ну, как бы меньшинство осталось таких, скажем так. Получается, он вышел замуж? Ну, я не могу сказать, что он прям уж так вышел замуж, но тем не менее, что всё-таки всё лежит на моих плечах. Вот, допустим, нам надо бы поменять машину. Да, у нас старовато, ему хочется более... Ну, мужчина есть мужчина, да, это всё время у меня твердят. Нам надо поменять машину. Я говорю, согласна, нам надо. На что мы её будем менять? В смысле, не на что менять? Ну, да, и на что. А финансы-то где? А он кем работает? Он зарабатывает вообще? Хотелось бы больше, чтобы он зарабатывает. Поэтому я... Ну, кто содержит семью вообще? Ну, мы оба работаем, мы практически, мы на равных. Нет, нет, нет. Ну, кто-то должен быть добытчиком. У нас в этом плане, к сожалению, равноправие. Я, по сути, вообще проблемы не вижу. Здесь нужно им поговорить и ей немножко ослабить хватку. Она взяла всё в свои руки и нужно позволить немножко реализоваться её мужчине. Что, может, мы уже прекратим наши посиделки и пора бы уже, наверное, спать. Да. Уже надо отдыхать. Ты уже весь сонный. А я ещё потусила бы. Вот такая же беда у нас с женой тоже. На этом идеальные свидания Антона и Натальи подошли к концу. Супруги теперь порознь, живут в гостинице, и весь следующий день им предстоит провести с их новыми идеальными партнёрами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он очень симпатичный мужчина, но лишний вес его портит. Ну, давай, начинаем. Я так, наверное, не растеряюсь. Ты не можешь? Давай. Чё ты как тюленчик ленивый? Вот так он и есть. Ты никогда не делаешь зарядку, Пап? Вот это да. У меня зарядка на работе. Ну, я не люблю так просыпаться с таких вот прям серьёзных каких-то телодвижений. А ты можешь мне помочь? Как? Ну, немножко вот так вот спину выгни. Ты повторяешь за мной? Просто постараюсь. Мне кажется, что Антону хотелось бы заниматься с красивой девушкой зарядкой по утрам. Видно было, что ему хочется это делать. Он с удовольствием мне, кстати, помогал. Ты можешь меня немножко поддержать? Чтоб я не падала. За Таня. Раз меня человек попросил о том, что помоги мне растянуться, я помог. Но если бы моя супруга пришла в таком вот виде сейчас на зарядку, то я бы не только стал бы ей помогать растягиваться. Я думаю, что ещё бы что-нибудь помог. Кстати, в это время к супруге Антона Наталье также с утренним визитом спешит её новый идеальный партнёр Андрей. Доброе утро. Доброе утро. Проходи. Можно? Да. Как спалось? Всё замечательно. Очень хорошо. Так, у нас сегодня насыщенный день, много сюрпризов, поэтому давай скорее умывайся. Вот. И мы должны везде успеть. Да. Ну, конечно, я постараюсь, но... Если времени будет мало, мы где-то что-то не будем успевать. Так, я пока тебе подберу, помогу собрать. Что там тебе? Стоп. Андрюш, а хотел бы узнать, а вы что делаете? Ну, я хотел помочь тебе, собраться. Мне понравилось, когда он зашёл, конечно, вот с этим со всеми предложениями, что вот пунктуальность, мы туда-туда-туда, и надо быстро всё как-то это успеть. Всё это прекрасно и здорово. Но вот чемодан меня смутил. Женщина, в моём понимании, такие попытки помощи всегда должна воспринимать нормально и быть благодарна этому. Я сама, наверное, как-то соберусь. Я хотела просто помочь? Нет, спасибо большое, я справлюсь сама. Всё, хорошо. Тогда собирайся, я жду тебя внизу. Пожалуйста, поскорее. Через 10 минут. Хорошо, я буду готова. Так как Наталья совершенно не привыкла, чтобы ей руководили в обыденной жизни, она, конечно же, в отведённое Андреем время не уложилась. Ты опоздала на 7 минут, поэтому сейчас надо ускориться. Для меня это, честно говоря, было потрясение. То есть человек сидел и высчитывал минуты, насколько я опоздала на завтрак. Мы везде очень сильно опаздываем, поэтому скорее-скорее. Всё, погнали. Давай-давай-давай-давай, скорей. Несмотря на явное потрясение такой решительностью, Наталья всё же покорно отправляется за Андреем на обещанный сюрприз. Вау, как красиво. Да, хорошее место. Только это что, опять отель? Нет, это не отель, это спа. Я хочу, чтобы ты немножко расслабилась, получила удовольствие. Добрый день. Вот. Что вы мне будем делать? Хотелось бы, чтобы девушка у вас отдохнула, расслабилась и забыла обо всех своих насущных проблемах. Конечно, это было великое удовольствие, это релакс полный. За это ему огромное спасибо. Ну как, присаживайся. У меня нет слов, просто честно говоря, потому что это кайф. Я даже не могу сейчас нормально, адекватно разговаривать, потому что я куда-то летела. Ощутила это счастье быть собой? Ощутила, конечно. Это не все сюрпризы. Это что? Ты вчера сказала, что у тебя мало времени для общения с дочкой. Я хочу тебе еще не супер сделать. Дочка? Аня. Андрей, узнав еще на первом свидании, что Наталья редко видится со своей 23-летней дочерью, пригласил ее в тот же спа-салон. Ну, честно говоря, для меня просто это настолько было приятно, что я в восторге была. Я такой восторг получила. А, расскажи мне, что это за мужчина мне позвонил вчера и попросил с тобой встретиться? Я такой настоящий полковник. Нет, шучу, конечно. Это мой идеальный партнер, которого я бы хотела видеть. Мне кажется, что твой партнер по жизни лучше, да? Мой партнер хорош по жизни, конечно. Но вот какую заботу проявляет Андрей. То есть этого не хватает, наверное, любой женщине, кто этого никогда не ощущал. Я думаю, что Антон, когда посмотрит эту передачу и проанализирует все, что происходило тут, он поймет, что мама настоящая женщина. Ей это нужно. Она в этом нуждается. И она должна быть счастливой. Но пока же Антон лишь послушно отправляется с Настелой на заготовленный для него сюрприз. Итак, вы пришли на квест «Эротическое приключение». Хотелось бы узнать, вы когда-нибудь играли в квесты? Нет, нет. Хорошо. Значит, это будет очень приятный сюрприз для вас. Подобным сюрпризом Настел меня, наверное, обескуражило даже. Как-то прям... Ну, честно говоря, я просто не ожидал ничего подобного. Меня смущает только одно название само. Мне так кажется, что после этого квеста у него появятся какие-то фантазии в постели со своей супругой. И чтобы осуществить задуманное Настелой, молодые люди приступают к квесту, в начале которого их с завязанными глазами заводят в комнату, приковывают наручниками к постели и предлагают найти выход из этой ситуации. Как ты себя чувствуешь вообще в такой ситуации? Я в такой ситуации первый раз. Тебя никогда жена не приковала наручниками? Нет, до такого мы не доходили. А ты бы хотел? Да, наверное, нет. Это все-таки уже... Нет? Нет. Наверное, это слишком. Выходясь в комнате, конечно, было интересно, да, но все равно меня смущало присутствие как бы девушки, да, незнакомой. То есть эротика для меня – это что-то более личное. Но все же Антону удалось побороть смущение и даже кое-что рассказать Настеле из своей личной жизни. Тебе нравятся ролевые игры? Может быть, они бы мне и нравились, если бы я... Пробовал их, да? Да. А тебе бы хотелось бы попробовать? Я, честно говоря, не задумывался над этим. Ну, наверное, попробую. Ну, например, вы в роли каких-то животных. Мне кажется, это не скоро произойдет. Он боится быть хулиганом. Как я его учила, я хотела, чтобы он немножечко расслабился и сделал какой-нибудь такой поступок, который ему вообще, ну, не свойственен. Привнеси в свою просторную, консервативную комнату, жизнь. Привнеси что-то такое вот сексуальное, нежное, легкое, эротическое. Да? Я попробую, конечно, да. Я много что интересного узнал сейчас. Ну, например, по поводу массажей эротических, да, там, секс-игрушек, может быть, каких-то и так далее. По поводу литературы, возможно, тоже. Просто все это надо обдумать и, наверное, как-то пытаться вносить перемены в личную жизнь свою. Наталья, я вам обещала то, что мы поговорим о всех ваших проблемах. И, в частности, о претензиях к мужу более подробно. Итак, первая претензия. Безразличие к семье. В чем это выражается? Понимаете, у меня такое ощущение, что я просто живу одна с детьми. То есть у меня нет мужа, у меня нет какого-то тыла, который мне хотелось бы. Я ему не раз уже тоже в открытую, что... Ощущение складывается, что тебе нужно жить одному, что семья тебе нафиг не надо. То ли ты до нее не созрел еще, ну, по возрасту, да, хотя он умный, он не глупый. А причина-то в чем? Что он делает такого? Он ничего не делает. Вообще ничего. А раньше он это делал? Да. То есть брали вы хорошего? Ну, конечно. А сейчас он просто решил, что, так, знаете, вот, я сел на этом теплом диване, мягком, у меня хорошо. А почему его так не... И буду я на нем сидеть дальше. Скажите, пожалуйста, вот кто его так подменил, кто его так испортил? Видимо, это я его так испортила сама. Разбаловали, что ли? Я думаю, да. Или просто все полномочия у него отняли и переложили весь груз ответственности на себя? Ну, возможно. А потом его и обвинялись. Я привыкла надеяться в этой жизни только на себя. А чего от мужа хотите тогда? Если вы сами взвалили на себя весь груз ответственности. Чтобы он взял половину. А, чтобы он сейчас взял. А вы готовы поделиться с этим грузом? Ну, вообще готовы. Сможете? Плохо получается. Может быть, отпустить тогда его? Секундочку, я никого не держу. Ну, то есть, дверь открыта. Вы не хотите меняться? Я хочу меняться. Почему? Но единственный характер... А вы думаете, вы поменяетесь? Ну, может быть, я черствая такая, напористая с виду, а вообще внутри... То есть вы думаете, что вы дадите себе слабину и поменяетесь? Потому что ломать свой характер, ломать свой стержень и быть за мужчиной – это огромный труд. Это огромная женская мудрость. И очень сильно женщины ошибаются, когда взваливают на себя все эти ответственности и считают себя очень мудрыми и очень правильными женщинами. Я не считаю себя ни мудрой, ни правильной. Окей. Вот на этом хорошо. И встретимся с вами на тренинге. Спасибо большое. Когда я вышла после беседы с психологом, я злилась, я была недовольна. Думаю, вообще зачем я во все в это вот ввязалась. Потому что я считала, что виновата... Ну, в большинстве виноват он, а не я. Прасится ему мозги называется. Она почему-то начала их мне вправлять, хотя я, в принципе, не за этим к ней обратилась. Антон приводит Настеллу домой. Ведь по условиям нашей программы, идеальная партнерша должна на некоторое время заменить ему не только жену, но и мать его детей. Это мои дочки. Привет. Вы кто? А чего не здороваемся? Здравствуйте. Как зовут? Меня Надя. А меня Вера. Очень приятно. Познакомившись с детьми, Настелла сразу отправилась на кухню. Ну что, будем готовить яичницу? Честно говоря, получилась какая-то очень странная ситуация. Честно говоря, у меня даже девчонки знают, что так никто не делает. Ой, боже! Что это? Я хотела приготовить яичницу. В печке в микроволновой. Прости, я не знала. Ну что же делать? Будем убирать, значит. Когда же кухня была приведена в порядок, Антон решает уже сам сварить на ужин пельмени. А можно я тебе помогу? Ну попробуй. Так, где соль? Нормально? Куда ты сыпешь? И в данной ситуации Антону не остается ничего, как ставить воду для пельменей заново. Правда, отлучившись с кухни на минуту, он видит, что и эта вода уже испорчена. Ну вообще, честно говоря, яйца вы можете съесть сейчас по одному яйцу, но есть пельмени вы все равно будете. Но, видимо, и в третий раз сварить детям пельмени на ужин Антону не суждено. Хватит? Наверное, вообще я их на счет варил. Что значит на счет? А вообще рано ты их насыпала. Почему? Потому что вода еще не закипела. А зачем ей кипеть? Они сразу варятся и все. Ладно. Сразу никто ничего не варится. Я лояльный человек, я долго могу терпеть, но... Я могу взорваться очень сильно. Как яйца в микроволновке, да? Сильнее. После вот этого поступка у меня закралось вообще стабильное ощущение, что эта девушка не какая-то веселая тусовщица, а просто какая-то ветреная, извините, малолетка. Ну не расстраивайся ты так по пустякам. Пустяки – это не пустяки. Это мои дети, это еда моих детей. Это далеко не пустяки. Я не вижу никаких проблем между детьми, что их надо прям вот бояться, что они там чуть-чуть позже поедят. Мне кажется, он просто хотел показать, что он такой правильный папаша. И пока Антон пытается все же накормить детей, Наталья, хотя совершенно без желания, приходит с медиатором Инной Чудиновой в танцевальную студию. А для чего я вас привела, сейчас я вам расскажу. Я считаю, что у вас пропала женщина. И ваша физиология говорит сама о себе в первую очередь. Как вы стоите, как вы двигаетесь, и даже ваш взгляд. И с помощью танца нужно попытаться стать женщиной, гибкой, водой. Я думаю, что Валерия нам в этом сегодня поможет. После беседы с психологом у меня было какое-то прям депрессивное состояние. Но когда мы приехали в студию, у меня произошел просто такой щелчок внутри меня. Вперед, на бедро. Переваливайтесь на бедро. Щик. Да. Щик. Может, мы это будем показать в телевизоре? СМЕХ Все хорошо. Я себя со стороны никогда так не видела, как я увидела сегодня. Я увидела просто какого-то вот, ну, робота, что можно сказать. Вот в зеркале, действительно, бесчувственного, бесчеловечного, наверное. Давайте теперь немножко покачаем бедрами. Вот у нас состояние воды, да, вспоминаем. Вот это состояние, оно все время чуть-чуть... Мы дышим. И вот мы бедра... Делаем восьмерочку простую. Простую восьмерочку. Щу. И делаем вправо плечо, влево. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Угу. Ну, а когда же Наталья попробовала повторять движение за Валерией в красивом платье, она, наконец, поняла, почему Инна Чудинова так себя вела с ней ранее. Я поняла, что она хотела до меня донести. То есть она не хотела меня обидеть, нет. И я думаю, если бы не вот эта вот наша поездка, ничего бы со мной другого не произошло. Мне еще 150 раз можно было бы что-нибудь говорить. Я бы так и не думала. Понравилось? Да, очень. Немножко хотя бы. Мы договорились даже с Валерией, что я попробую посещать ее занятия. За это время Антону все же удалось накормить детей и даже уложить их спать. Но вот расслабиться после всего произошедшего ему так и не удается. Ну, я немного напряжен, правда. А почему ты напряжен? Ну, вот из-за этой ситуации. Из-за всей сложившейся ситуации с готовкой ужина детям. Ну, не расстраивайся. Сейчас, можно чуть-чуть это подождите? У меня эмоции. Я только сейчас начинаю понимать претензию жены по поводу моей инфантильности, да, пытаться смотреть на себя с этой стороны на примере того, что я видел в поведении Настеллы. Видя же расстройство Антона и зная еще о его проблемах в интимной жизни, Настелла решает, что и здесь без ее помощи ему явно не обойтись. Я решила привезти ему девушку легкого поведения, очень красивую, яркую, для того, чтобы снять его напряжение, решить его мужские проблемы. Вот, пожалуйста, я пока посижу на кухне. Нет, не надо мне никакого напряжения, девушка. Ну что ж. Нет, все. Я зря пришла? Да. Это было зря. И это, между прочим, было глупо. Давай начнем. Нет, никаких разговоров. Я вас попрошу. Для меня просто был шок. В моем доме, извините, это может быть жестко, но такой грязи просто не водит. Поэтому вслед за проституткой вышла и Настеллу. Все, пока. Все, давай, пока. Приятно было познакомиться. Мне тоже. Не унывай. Я постараюсь. Я считаю, что он в глубине души мне очень благодарен, потому что я считаю, что все эти ситуации его загнали в тупик, и он все-таки готов понемножку стараться и меняться. На следующий день супруги меняются местами. Антон едет навстречу сынной Чудиновой. Наталья же все утро ждет в гости Андрея. И даже как настоящая хозяйка печет для него пироги. О, привет. Привет. Заходи. О, притвора. Как добрался? Нашел? Нормально, да, быстро. Всем привет. Тебя как зовут? Надя. Надя. Андрей. Очень приятно. Тебя как зовут? Вера. Вера, Андрей. Очень приятно. И Наталья явно старалась не зря, ведь познакомившись с детьми, Андрей сразу же отправляется на кухню. Чем будете почивать? Капусту любишь, Крэй? Ну, у меня к пирогам свое отношение. Ну, другого варианта все равно нет, в общем-то. А, то есть у вас только пирожки и другой еды нет? Пока нет. Я мучно не ем, в принципе. Я, конечно, был немножко удивлен. Я понял. Ну, у меня есть здоровая еда. Я привез с собой. Сейчас принесу. Ну, здорово. И выложив на кухонный стол лишь самые здоровые продукты, Андрей удаляется с дочерьми Натальи в другую комнату. Мы не едим такую еду. Она, может, и здоровая, конечно, но я не готовлю это. То есть я первый раз это все езжу. Скажем так, набор продуктов. Поэтому Наталья решает обратиться к Андрею за советом. Объясни мне, пожалуйста, что мне с этим делать? Я не... На, посмотри, может быть, ты поймешь и... Приготовить. Что маме с этим делать? Приготовить. Как? Я не... Просто я ни разу это не готовила. Так, подожди, подожди. Слушай, ну, есть же... Не это, а из этих продуктов. Интернет. Можно зайти в интернет, в интернете, посмотри, как это готовить. Слушай, как-то это все прям очень... Не по мне. Интернет. Интернет, нет, интернет, это понятно. Готовить какие-то экзотические блюда. Надо было просто себе привезти еду тогда с собой из ресторана здоровой пищи. Для меня, в принципе, удивительно, когда женщина говорит, что я не могу приготовить из тех или иных продуктов. Я считаю, что женщина может приготовить еду из всего. Она поэтому и женщина. Нормальные мужики входят в гости вообще-то с тортиками, с конфетками, ну, с букетиками еще, цветочков. А правильные мужики ходят с сельдереем, оказывается, теперь. Видимо, так модно. Но все же Наталья, используя свой кулинарный опыт, умудряется даже приготовить из этих продуктов приличную еду. Я не знаю, может быть, я пересолилась. Очень вкусно. Нет, на самом деле, очень вкусно. Очень вкусно. Молодец. Ну что же, Антон, начнем с вашей единственной претензии. Как вы себе это объясняете? Я себе это объясняю тем, что у меня супруга и морально, и физически, наверное, вымотана. В общем-то, у нее сил просто не хватает, насколько я так думаю. А когда она началась? Это все началось с рождения детей. Хорошо, давайте конкретнее. Вот раньше, сколько раз в день, в неделю вы занимали, до рождения детей вы занимали секс? Почти каждый день. Сейчас? Сейчас. Ну, дай бог, раз в неделю это хорошо, если. А количество или качество не устраивает? И количество, и качество. А в качестве что? А в качестве нету каких-то эмоций. А с вашей стороны есть? Я пытаюсь проявлять какие-то эмоции, как-то заинтересовывать, наверное, в себе супругу. Как? Ну, честно говоря, я не очень-то готов на такие темы разговаривать на камеру. Ну, раз вы пришли сюда, мы же должны как-то на эту тему разговаривать с вами. В ваших, в ваших же, в общем-то, интересах, чтобы я помогла вам это все решить. Потому вот я ей задаю абсолютно простой вопрос. Как вы постарались, какие-то слова, может быть, говорили. Ну, что было? Просто, простите, я с вами в третьей комнате не находилась, к счастью, и потому не могу. Так вообще, наверное, и... То есть особо не прилагать? Наверное, да. Но чтобы наглядно продемонстрировать Антону, кто виноват в сложившейся ситуации, Инна Чудинова приглашает его на тренинг и ставит задачу соблазнить специально приглашенную для этого девушку. Вот все атрибуты на этом столе вы можете использовать. Пожалуйста. Вообще, когда я все это увидел, конечно, это... Ну, это вообще не увязывалось, да, с моими понятиями какими-то сексуальной жизнью. Могу подсказать, может быть, девушке и себе налить вина для начала? Вполне, да. Может, мы с вами познакомимся? Я думаю, что... Добрый день, меня зовут Яна. Очень приятно. Привет. Очень эффектно. Спасибо, спасибо огромное. Вина? Да, от вина я бы не отказалась, это моя слабость. Но когда с этой формальностью было покончено, Антон опять впал в ступор. Я не знаю, вот честно, я... Так вы пейте его для храбрости. Почему нет? Спасибо, женщина. Давайте разбираться вместе. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Это, знаете, что такое? Это духи с феромонами. Это можно, мне кажется, презентовать девушке, подарить. Кстати, мне кажется, задача мужчины предлагать девушке перейти на ты, потому что, когда идёт именно соблазнение, вы же не будете в постели друг другу выкать. Соответственно, предложите мне сейчас перейти на ты. Вы не против, если мы будем общаться на ты? А более лайтово? Может, на ты? Может, на ты? Вот, так лучше, да, конечно? Я думаю, что это наглядно показывает проблему в их семье, что Антон предъявляет претензии к своей жене, но сам совершенно не знает, что делать со своей сексуальной жизнью, как себя вести, как вести себя с партнёршей, как её расположить к себе, как разнообразить свою сексуальную жизнь. Вы не понимаете и не жалеете своей супругой. И не понимаете, что рядом с вами женщина. Она приходит, устает с работы, она работает в этих... Можно секунду, сейчас я не могу. Вы поймите, я пытаюсь вам донести это. Она приходит с работы. Я понял. А там муж, который ничего не пытается сделать для того, чтобы она почувствовала себя женщиной хотя бы с вами. Наверное, я посмотрел на себя, я так понимаю, что глазами супруги. И увидел то, которое происходило. Раскройтесь когда-нибудь, раскройтесь. Поймите, что это не пошлая книга, это не пошлые наручники. Это просто элемент сексуальной игры со своей любимой женщиной. И если ей это нравится, и вам это нравится, ничего в этом зазорного нет. Андрей, вполне удовлетворившись здоровой пищей, предлагает Наталье прогуляться. Слушай, кстати, а где твоя машина? Вот, вот. А, вот эта машина? Да. Да, это машина, понимаете. Да, это что? Да. Слушай, ну так, в принципе, ничего. А сколько хозяев было? Ну, мы вторые, по идее. По техпаспорту. Слушай, а документы у тебя с собой на машине? Нет, конечно. А это все... Притащи документы. Хорошо, я сейчас сбила. Давай, ты притащи документы, а я сейчас... Да. Сюда грухирую. Когда же Наталья вернулась с документами, Андрей никаких объяснений ей не дал, сославшись на предстоящий вечером сюрприз. Зато предложил пройтись и обсудить ее семейные проблемы. Скажи, а как тебе вот видится идеальное отношение? Как ты хочешь, чтобы твой мужчина относился к тебе, да? Хотелось бы, конечно, ну, знаешь, пришла там, или вечером он пришел с работы с букетом цветов. Просто без повода, что это не там, не какой-то праздник определенный, да, не какая-то годовщина. А просто не надо там миллионы этих халых роз я, не меркантильный такой человек. Принес тоже бутылку шампанского, тоже без повода. И сказал, как я тебя люблю. И так мне хочется просто посидеть, поговорить вдвоем с тобой. Этого нам не хватает в этой жизни. Выслушав все претензии Натальи к мужу и случайно оказавшись около дворца бракосочетания, Андрей предлагает спутнице поставить точку в таких отношениях. Я предлагаю сейчас, раз мы здесь находимся, подать на развод. Я считаю, что такому мужчине не место рядом с тобой, и тебе нужно принять решение. То есть так ты считаешь? Ну, Андрюш, нет, это перебор. Разводиться я с ним не собираюсь. Ну, может быть, этот шаг как-то подстегнет его к активным действиям? Он подстегнет его, знаешь как? Он наперекор себе, даже своим желаниям, он может сказать. Ты так решила, это твое решение. Но ты и так все сама решаешь. Ну, поэтому я решаю сейчас нервно. На протяжении всех этих лет решаешь ты сама. А он только принимает твое решение. Вот, поэтому зачем же, чтобы... Я не знаю его реакции вообще. Инна Чудинова предлагает Антону еще один тренинг, который он пройдет в кабине авиасимулятора. Задумка этого тренинга заключалась в том, чтобы показать некую кабину самолета, но она олицетворяла бы семейную жизнь. Их быт, их совместное времяпровождение, в общем, всю их семью. Ну как, Антон, как ощущения? Очень так, прям. Слушайте, это невероятно. Я как будто лечу. У вас есть такое ощущение? Да, 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 да. Впечатления у меня просто все непередаваемо. Реально очень... Если смотреть как на симулятор, то это действительно очень классно, очень прикольно. Мне очень понравилось. Наверное, так же ощущают себя пилоты в настоящей кабине самолета, при настоящей высоте. Вот эти лампочки, вот этот постоянный контроль над ситуацией. Одна ошибка, в общем-то, да, может понести за собой серьезные бедствия, катастрофы. И словно в подтверждение слов Инны, вдруг самолетом стало происходить что-то не то. Ой, ой, у нас все в порядке? Да ты. Что это? У нас все в порядке? Нет. Видимо, у нас... Ой. Что это там? Антон, сделайте что-нибудь. Вам же объяснили, что делать. Мы сейчас упадем, Антон. Антон, мне страшно, мне реально страшно. Ай, ай. Честно говоря, я даже не очень заметил, что мы начали падать. Что-то было похоже на падение, но, честно говоря, я не очень... Потому что я следил за приборами, я его пытался удержать, самолет, ровно. Мы на это не подписывались, мы не должны были падать. Я знаю. Мы не должны были падать, мы должны были просто лететь. Я знаю прекрасно это все. Пожалуйста. Все будет хорошо. Он был очень четкий, он контролировал ситуацию, он не поддавался панике. Но, по крайней мере, если в душе у него было смятение, мне он это смятение не показал. Он мог где-то даже меня успокоить. Вы сказали, что вы будете все контролировать. Мы падаем, вы обещали контролировать. Вы обещали контролировать. Ну, не молчите, ну, хотя бы меня успокойте, ну, сделайте что-нибудь. Все будет хорошо, не надо сейчас кричать, не надо память. Мне страшно. Ай. И начали падать, но после этого как-то он каким-то чудесным способом, но я не называю это чудом, наверное, это все-таки какие-то навыки Антона, какие-то, может быть, где-то приспособленческие качества. То есть он смог взять себя в свои руки и, в общем-то, отрегулировать эту ситуацию. Как вы себя чувствуете? Вот сейчас как нравится, когда смогли хотя бы более-менее взять ситуацию под контроль? Уже получаете удовольствие от полета? Конечно. Естественно, получаешь и удовольствие, и все. Когда все контролируешь. Тринг показал мне, насколько тяжело моей супруге тащить семью на себе одной. Она держит под контролем, а я где-то там, ну, действительно, как Инна. Сзади, за спиной, даже крича в панике. Вот, стоп, 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 стоп. Да, спасибо большое, Антон. Если бы не были, мы бы упали. Я правда очень испугалась. А пока Антон благополучно совершал посадку своего виртуального самолета, Андрей в качестве обещанного сюрприза привел Наталью в автосалон. Чему это все? Машинки какие? Вот. Ну, вот это просто очаровательно. Обалденно, даже сказать. А что тебе понравилось, машина или цвет? Ну, вообще цвет, конечно, красный. Ну, пойдем посмотрим еще. Да, пойдем, конечно. Но прогулявшись по автосалону и посидев почти во всех автомобилях, Наталья решает, что все же первый красный автомобиль – это ее мечта. Закрой. Идите. Можно я здесь останусь? Ну что, берем эту машину? Берем. Я не поняла вопрос. Ну, тебе нравится эта машина? Ну, конечно, нравится. Не то, что нравится, а просто… Ну, тогда нужно собирать ее. Я не поняла, конечно, изначально, к чему это, а потом человек мне просто опять так в лоб, как вот с ЗАГСом было, да, с разводом. В лоб. Оформляем кредит. Какой кредит? Ты о чем? Просила об этом кого-то. Я говорила об этом. В известном одном фильме «Не учите меня жить, помогите мне материально». Я считаю, что сейчас, пока мы здесь, тебе нужно это сделать. Нет. Но эта песня не про меня. То есть, да, сильная, но не напористая, не давящая. Вот такой вот, как это… О, ты должна, ты опоздала на 7 минут. То, все, побежали туда, нужно вот это, нужно то. Пускай он идет в своей дороге, а я пойду в своей. Поэтому, Андрюш, было приятно, конечно, с тобой познакомиться. Я получила, может быть, где-то какой-то урок для себя, опыт опять же. Но, но я ухожу. Все, счастливо. Будь здоров. На этом эксперимент для обоих супругов завершился, и они вновь встретились у медиатора. Как у вас дела? Рассказывайте. Вы знаете… Как ваши все эти дни? Первый день дался вообще тяжело очень, честно. Тяжело морально. И поэтому вчера был такой день перевертыш, то есть он… Переломный. Перелом, да. Все с ног на голову поставил. А какой момент именно? Когда мы приехали с вами в студию, я никогда в жизни себя не видела со стороны за свои прожитые года. Я просто увидела какого-то железного сухаря, наверное. Вот это можно ассоциировать, наверное, вот с этим представлением. И это виноват не мой муж. Конечно, не он. Это виновата только я в этом. Я так же посмотрел на себя со стороны, понял, что, в принципе, наверное, для того, чтобы просить какой-то интим, и, наверное, регулярный, и какой-то чувственный, я просто, в принципе, ничего не делал для этого. Я искренне рада, что я и наша команда вам помогла. Но сейчас в формате передачи мы должны приступить к доскам. И здесь вы, как вы помните, писали свои претензии друг к другу. Так вот, если сейчас, может быть, как-нибудь вы пересмотрели эти претензии и можете сами с ними работать, или, может быть, поняли, что эти претензии, может быть, совершенно ничего не значат, я прошу их вычеркнуть и оставить те, которые есть еще под вопросом. Возможно, под вопросом, если есть какие-то, да. И оказалось, что работа Инны Чудиновой действительно не прошла для супругов даром, ведь на доске не осталось ни одной претензии. Я очень безумно рада. И хочу вам двоим сказать о том, что если вы хотите видеть в данном случае настоящего мужчину, а вы хотите видеть настоящую женщину, станьте настоящим мужчиной и настоящей женщиной. Я думаю, у вас все получится. А сейчас у нас осталось самое интересное. Если наши герои придут в назначенное место и в назначенное время, это будет означать их желание сохранить семью. Я очень надеюсь, что именно так и произойдет. Первым в назначенном месте оказался Антон, и он очень надеялся, что Наталья тоже вскоре появится. Я очень соскучился по Наталье, очень хочу ее увидеть. Прямо безумно. Но время шло, а супруге все не было. Неужели она выбрала развод? Конечно, я пойду на встречу с своим мужем Антоном, потому что я безумно соскучилась. Я поняла, как я его вообще сильно люблю. Поэтому я уже лечу к нему. Солнышко, прости меня за все, что было не так. Я надеюсь, что после этого проекта наша жизнь просто кардинально изменится в лучшую сторону. А изменится она лишь в том случае, если супруги начнут друг друга слушать и будут больше отдавать, чем требовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok